Приступаем к вечерним уходам. Сегодня у меня будет увлажняющий вечерний уход. Как всегда, начинаем с очищения глаз. То есть, снимаем макияж обезжиренным двухфазным средством. Очищаем и сразу же увлажняем. Очень увлажняющее очищающее средство – это очищающая пенка против заметных признаков старения. Пользуется мама, взяла у нее, нужно совсем немножко, муссовая текстура. И посмотрите, сколько пенки. В составе есть три пектида. Три пектида 1 работает с колокеном, работает с гиалуронкой. Не забываем про шею, про текайте, на плечи. И для того, чтобы очищающее средство максимально эффективно поработало, это тоник, а эссенция тоник – самый увлажняющий среди тоников компании. Наношу на ладошку и на лицо, не забываем, на шее декольте. Это тоник из серии Lumivi, который направлен на обравленный тон кожи. Очень много времени сегодня провели на улице. Жара просто непоносимая, поэтому сыворотка для проблемной кожи. И она восстанавливает, она успокаивает, она увлажняет. Летом просто незаменимая вещь, чтобы успокоить кожу после длительного пребывания на солнце, после загара, чтобы убрать эти покраснения после агрессивного воздействия окружающей среды. Гиалуронка, экстракты зеленого чая, шиповника, ромашки, огурца – все содержится в этой баночке. Это охлаждающий, успокаивающий гель для кожи вокруг глаз. Наношу на подвижное веко, убирает отеки, убирает припухлости, борется с синячками. И на 130% увлажняет вот эту кожу, которая у нас без сальных желез, всегда сухая и стареет. Бежде всего, летом обязательно дополнительно увлажняйте вот эту зону. Оставляю в холодильнике, и особенно утром холодок лифтинг-эффект обеспечен. Продолжаю тему увлажнения, и заодно тема ровного тода. Легкий лосьон из серии Lumivi, есть крем увлажняющий, но на лето у меня лосьон, невероятно легкая текстура, шикарно увлажняет. И также у меня это профилактика пигментных пятен, чтобы даже намека на них не было. Вот такой на сегодня простой, базовый, летний, вечерний уход, немножко с антивозрастной ноткой и направлен на выравнивание тода кожи. Три минуты вашего вечернего времени, а результат на долгие-долгие годы.